Описание представленных томограмм пациентки 1974 года рождения от 13 сентября 2019 года. Область исследования. Брюшная полость, запрюшенное пространство с внутривенным полюсным контрастированием. При анализе результатов использовано построение в аксиальной, сагитальной и фронтальной плоскостях. В легких на уровне сканирования очаговые инфильтративные изменения не выявлены. Желудок обычных размеров правильно расположен. На уровне L5 и S1 определяются металлические скобки на кишке. Печень не увеличена. Контуры четкие, ровная, нативная плотность . Желчные протоки не расширены. Диаметр портальной вены – 12 мм. Желчный пузырь обычных размеров правильной формы. Рентген-контрастные конкременты не определяются. Селезенка не увеличена, с четкими ровными контурами BGRG контрастных почагов. Диаметр селезеночной вены – 7 мм. Прижелудочная железа обычных размеров с четкими контурами паренхима однородна. Версунков проток не расширена. Парапанкреатическая клетчатка к переде от железы несколько уплотнена в области размером 96х70х43 мм до –50-70 хаунсфилда. Надпочечники не увеличены обычной структуры. Почки не увеличены. Паренхима однородна, чашечная лоханочная система не расширена. Сосудистые ножки почек. Паранефральная клетчатка структурны. Рентген-контрастные конкременты не определяются. Обращают на себя внимание многочисленные везентериальные лимфоузлы средним размером 11х10 мм. Единичные узлы до 18х19 мм. Лимфоузлы активно копят контраст. Свободная жидкость брюшной полости не выявлена. Поясничный отдел позвоночника. Умеренно выражены дегенеративно-дистрофические изменения. Явление субхондрального склероза в замыкательных пластинах тел позвонков. Снижение высоты мест позвоночных дисков по удальном направлении. Тенденция к формированию клюловидных разрастаний. При внутривенном болезненном бедении контраста очаги патологической паскулизации не выявлены. Паренхиматозные органы накапливают контраст без особенностей. Сосуды брюшной полости артерии вены заполняются контрастом без особенностей. Дефекты наполнения достоверно не определяются. Диаметр их в пределах возрастной нормы. Почки накапливают и выделяют контраст своевременно. Мочеточники в зоне сканирования не расширены. Патологические включения в них не выявлены. Заключение. С анамнезом ознакомлен состояние послеоперативного лечения. КТ-картина медицинальной гимфоденопатии. Уплотнение парабанкреатической клетчатки. Послеоперационные фиброзные изменения. Оттек. Умеренно выражены дегенеративно-дистрофические изменения поясничного отдела позвоночника. Врач-рентгенолог Камаян М.А. Кодров. Заведующий центром КТ-МРТ клиники Медиус. Ассистент кафедры лучевой диагностики Сузуму имени Мечникова. Комментарий врача-рентгенолога. Добрый день. Данных за наличие тромбоза с оттуда брюшной полости не получено. У вас есть увеличение лимфоузлов брюшной полости. По всей видимости, за счет воспалительного процесса. Уплотнение жировой клетчатки около поджелудочной железы – это скорее следствие перенесенной операции, либо, что менее вероятно, воспалительный процесс – панкреатит. Тут лучше проконсультироваться у терапевта и сдать кровь на амилазу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова